Для хоккейных фанатов суперсерия 1972, состоявшая из товарищеских матчей между сборными Советского Союза и Канады, одно из главных спортивных событий 20 века. В каждой из восьми игр принял участие нападающий под номером 13 Борис Михайлов. Рекорд двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира. 428 забитых шайб продержался 35 лет. Без Бориса Петровича турнир Кубок Вызова уже не представляется возможным. По словам легенды отечественного спорта, громкие победы наших хоккеистов – залог популярности этого вида спорта. Он более интенсивный хоккей, и у него больше заслуг, чем у футбола. Хотя в нашей стране и во всем мире спорт номер один – это футбол. Но у них, в отличие от нашего хоккея, нет таких завоеваний и побед, как у хоккея. Поэтому болельщик больше любит хоккей. На торжественную церемонию открытия Кубка Вызова, кроме виртуоза Бориса Михайлова, приехал еще и русская ракета Павел Буре. Именно он произвел первое вбрасывание, после которого началась игра. Вторая из групповой серии. Первая прошла несколькими часами раньше. Бороться за главный трофей турнира выходят команды, в составе которых как профессионалы, так и любители. Последние своим примером доказывают – заниматься хоккеем может каждый. Многие ребята, я знаю, приходят первый раз на турнир, потом сами берут клюшку, хоккея, начинают заниматься. Вот это, наверное, самоплатно. На трибунах Ледового дворца «Армада» – воспитанники местной спортшколы. После недолгих споров юные хоккеисты определяются с тем, за кого будут болеть. С небольшим перевесом преимущество оказалось на стороне «Метеора». «Спорт, мол, чуть-чуть был, это, ну, не подготовлен, но все равно «Метеор» будет выигрывать, наверное, а «Спорт», мол, догонять и догонять. И хотя первое вбрасывание выиграло «Спортима», это не помогло бессменным фаворитам турнира занять лидирующие позиции на поле. «Метеор» предпринимал атаку за атакой. Хорошая подготовка спортсменов и стремление к победе принесли свои плоды. Игра завершилась со счетом 3-2 в пользу «Метеора». Но расстраиваться болельщикам «Спортимы» рано, впереди полуфинал и финал. Пользуясь случаем, приглашаю. Вход свободный. 23 февраля финал. Будет точно интересная игра уже на победителя. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.